Ельцин Ельцин в данном случае лишь повод. Хотя в своих промахах Ельцин не так вот по-человечески ближе любого другого начальника. Ну, сейчас вот он как повод только поговорить о наших отношениях с властью. Не о власти отдельно, она и так в центре внимания, и в моих рекомендациях не нуждается. И не о нас отдельно, которые никому не интересны. А вот о наших отношениях с властью обыкновенного человека и вот этой огромной властью. Ну, вообще-то эти отношения, когда-то один персонаж Зоченко выразил в формуле. Там он говорит, ну, сказали НЭП. Ну, я подумал, НЭП, так НЭП им виднее. Ну, действительно, им виднее. Но тогда почему им виднее все на их стороне? Мяч, как мы говорим, футболисты. Почему тогда они так всегда озабочены сохранением этой власти? Хотя вот никто же не против, большинство всегда за. Почему львиная доля времени любого правителя уходит на организацию охраны своей власти? Когда-то, очень давно, до войны, в 1934 году вышел фильм «Чапаев». И Сталин принимал одного из режиссеров этого фильма. Там братья Васильев были режиссеры. Он, по-моему, принимал Сергея Васильева. И Васильев взволнованно говорит, Иосиф Виссарионович, если мы бы знали, что фильм так получится, мы бы его лучше сняли. Сталин говорит, вы знаете, если бы мы знали, что революция получится, мы бы ее сделали лучше. Как эту фразу понимаете? Ну, Сталин, когда были приемы, редко говорил что-то просто так, чтобы не имело нагрузки и двойного смысла. Ну, я допускаю, может, ему хотелось проверить этого Васильева. Ну, что разболтает он этот разговор? Нет. И как мы видим, что, ну, не Сталин же этот разговор рассказал, мы знаем от брата Васильева. Может быть, он хотел как-то это транслировать, наоборот, чтобы Васильев это всем рассказывал. Так тоже бывало, что Сталин кому-то звонит в расчете, что человек всем об этом расскажет, и его, так сказать, пожелания таким путем дойдет до более широкого круга слушателей. Но я думаю, тут не совсем же это так было сказано вот для красного словца насчет сомнения удалась бы революция. Ведь действительно, первые годы большевики, даже невидные большевики, не скрывали, что они очень озабочены, а удастся удержать ту власть. Получилось-то это почти случайно. Я думаю, что эта вот немыслимая строгость, которая все-таки всегда проходит в наших отношениях с властью, идет от того, что с самого начала первые руководители государства считали, что государь-император что-то такое промазал, что как так он потерял ту власть? Что не надо повторять его ошибок, там, временного правительства и прочее. Ну, тот, кто не удержал власть, значит, он ее недостоин. И всегда к этому относились серьезно и раньше. Когда Пушкин писал историю Пугачевского бунта, он был на каком-то придворном балу, и государь-император Николай I сказал, слушай, а я не знал, что ты пишешь историю Пугачевского бунта. Я тебе подбросил еще материал. То есть, оказывается, в этих всех тайных канцеляриях, не говоришь, что вот Пугачев просто, так сказать, бунтовщик, смутьян, а собирали материалы, хотели сделать выводы о том, что у нас теперь называется протестное движение. Так что это не вчера началось. Ну, раз я заговорил, так сказать, нагруженностью высказывает Сталина, ведь тут еще, по-моему, один пример относится к теме нашего разговора. После войны был прием в Кремле, и Сталин поднял тот за русский народ, за его терпение. Он сказал, что любой бы другой народ, видя такие ошибки власти, наверное, бы этого не выдержал. Ну, это он не по радио сказал, как в начале войны. Это сидели люди, которые поняли, что он имел в виду. Что, ну, тут единственный какой-то был щекотливый момент, может быть, что он, грузин, сказал именно о терпении русского народа, хотя в Советском Союзе жили люди других национальностей. Ну, тут другое. Вот у нас тут недавно, прошлый или позапрошлый год, наш очень видный лингвист, профессор Гасан Гусейнов, сказал, что вот у нас зацаряется язык, уже говорят чудовищно, ну, вот и на этом клоачном русском языке люди разговаривают. Что тут началось? Как может азербайджанец называть русский язык клоачным? Да он не русский же язык назвал, он не язык Тургенева и Гоголя, он назвал вот этот уличный язык, где самое распространенное русское слово окей. Ну, если вы говорите окей-то, любите тогда Америку, вы же не любите. Вот он говорил засорение языка, но тут ему тыкнули, что это говорит не русский, и нечего сказать о русском языке. Но Сталин и не был грузин, Сталин был русский император. Ему однажды хотели сделать приятное, привезли ансамбль Ромишвили, Сухашвили, по-моему, называлось «Песни и танцы», и ему не понравилось. Он сказал, что я человек русской культуры, у меня это чуждо. Ну, он действительно русский император, он мог сказать что угодно, и как бы... Но имело в виду то, что если некоторые подумали, что вот такое терпение у народа, а кто-то нетерпеливый, то вот они берут пример со всего народа, который вытерпит и выдержит всё. Так я понял подтекст его высказывания. Вот эта «Матрица управления», как я называю её пьеса, она вот со времён Сталина абсолютно незыблема. И если появляются руководители, которые позволяются, как мы говорим, в театре от себя тяну, в этот канонический текст управления что-то внести, они лишаются этой должности. Посмотрите, Хрущёв, Горбачёв, Ельцин, они же остались без должности, если они позволили себе какое-то разнообразие в управлении. И я смотрю, что когда власть допускает какие-то позволения, а потом лишается должности, никто ведь этой власти не сочувствует, наоборот, считают, что вот, ну, значит, что-то в них ненастоящее. Но это вот я сейчас говорю, вот я подумал. У нас сейчас вспоминают какие-то хорошие либеральные, ну, с натяжкой либеральные времена, вот там, вот, опять, я же про Ельцина, беру время Ельцина, времена, когда вот было много послаблений, и сразу вдруг начиналось что-то такое непривычное. Вот я, честно говоря, не любил Горбачёва поначалу. Сейчас я к нему отношусь очень хорошо, поначалу он мне как-то мало нравился и не нравится, как он говорит. Ну, и потом мне уже было много лет, 46, я как-то уже ни в какие перестройки не верил, и, к сожалению, оказался во многом прав, потому что так ничего из этого не получилось. Так вот там у нас был эстрадник Петросян. Ну, он и сейчас есть эстрадник, старейший, и всё. И вот вдруг он, значит, изображая там что-то на эстраде, изобразил Горбачёва, что он как бы в предыдущих, всё в порядке, есть консенсус. Ну, Горбачёв любил слово «консенсус». Мне что-то как человека сталинского времени это покоробило. Я подумал, что если разрешают, как говорят финны, что если ведро открыто, то у собаки должен быть стыд. Если позволить, этот Горбачёв в этот момент нуждался скорее в поддержке, когда Сталин никто не фронгирует. А здесь немножко решили, каждый уже считает, что надо как-то что-то такое, значит, спешить сказать. А ведь ещё эта перестройка только началась, ничего ещё не получилось. Может, бывает иногда, почему, когда вот послабление, а ты за власть, ты подхалим. А вот когда строгаешься, ты законопослушный гражданин. Тут недавно вспоминали, было для офис 20 лет с закрытием НТВ. Ну, действительно, был замечательный канал, там работали лучшие журналисты, всё там, программа «Куклы», все её очень любили. Я страшно смеялся, были смешные куклы. А вот я сейчас думаю, это интересно. А может быть, не надо было спешить смеяться над существующим руководством? Ведь кто был во главе НТВ? Ну да, это была частная компания Гусинского. Вот когда-то почему-то все эти журналисты говорят о том, что как было свободно, вот Борис Николаевич не вмешивался, и всякое такое. А вот Гусинский, что хотел Гусинский? Он просто хотел им платить большие деньги, покупать дачи. Да, просто так, ну так ведь тоже не бывает. Мой любимый американский фильм «Горзанин Кейн», газета «Магнат» и «Хестер». Так он и хотел быть главным. Поэтому меня всегда интересовали эти люди, Березовский, Гусинский, которые вкладывали огромные деньги в телевидение, что-то они хотели чем-то руководить. А журналисты, ну что журналисты, как раньше говорили, хороший журналист продается один раз. Но продается? Ну, это сейчас меня будут ругать. Действительно, есть и очень хорошие, смелые журналисты, и там это тоже есть. Но я просто сказал в случае с НТВ, где люди говорят, что как было свободно и хорошо. А может быть им надо было наоборот, не спешить с объективностью, а поддержать режим Гельцина. Может он бы дальше остался свободомысливым, как только не стало Ельц, не стало НТВ. Ну, я понимаю, я говорю сейчас непопулярные вещи, и для одной группы лиц, и для другой. Для либералов я постигнул на святое на НТВ, а для охранителей, значит, похвалил на НТВ. То есть, видите, как я оказался между двух стульев. Но меня это уже сейчас не очень пугает. Все-таки Ельцин особая статья, его же никто не назначал. Действительно, миллионы выходили на улицу в его поддержку. И, заметьте, Горбачев их не разгонял. Выходили в его поддержку. То есть, сначала им были очарованы, и им же зачарованы. Как бы и там, и там все решала публика. Поэтому это все-таки отдельный случай, случай отдельного правителя, который споднялся на каком-то общем восторге, и также потом постепенно всех разочаровал, когда начались трудности. Это опять разговор о том, что если очень строгий режим, мы проявляем чудеса терпения. Но если есть какое-то послабление, никто не хочет ни секунды ждать улучшения. Вот плохо, ну все. Ну, чтобы представлено было все хорошо. Голод был. Карточки. И что, нет, не разрешали гавкать. Все соглашались. Как только можно что-то сказать, так этого терпения не хватает. Поэтому не все зависит от власти. Оно и зависит немножко от нас, подданных. С чем нам, конечно, всегда бывает трудно согласиться. Ну, я уже сказал, что я перестройку воспринял так несколько скептически. Что-то я к этому моменту как-то устал от жизни. Тут все-то не клеилось. Тут что-то начало у меня получаться. Какая-то работа. Тут что-то меняется. Я сначала как-то отнесся равнодушно. Но поскольку я все-таки человек театрального склада, когда начались трансляции из Кремля, всяких совещаний, все выступают, говорят, как зрителю мне все это очень понравилось. Как-то я в это вошел как в театральное какое-то действие. Ну, и в Ельцине тоже было очень много театрального, эффектного, что к нему привлекало публику. Я-то как в моей жизни повелся в Ельцине? Я не обратил внимания, что он московский секретарь. Ну, я же не беспартийный. Меня это партийное действие интересовало. Ну, Гришин и Гришин московский секретарь. Я из-за этим не особенно следил. Я считал, что там главные начальники. Ну, Москва, Москва, Ленинград. Ленинград, там свои начальники. Но тут у моей матушки был знаком инженер Свердловский, который прислал ей письмо, что как хорошо, вот сейчас к вам приедет Борис Николаевич Ельцин наш, Свердловский. Он вас наведет в Москве порядок. Вот мне это очень не понравилось. Я как-то к Ельцину относился так несколько, значит, тоже сдержанно. Что-то он наведет порядок. А у нас что-то было? Либерализм, вольномыслие. То есть всегда было в Москве достаточно строго. Может быть, строже, чем в других городах. Может, кроме Ленинграда, где на Ленинградский обком перебарщил. Что-то в Москве можно, а там нельзя. Ну, был Романов, Толстик. Бывали такие случаи. Но это все равно, ну, все, Москва была главнее. Что там говорить? Интересно, что Ельцина оценили вот его эти нововведения москвичи. Тогда его сняли. Вот тут прошел слух, что вот его сняли за правду, что вот он говорил правду, что он тут каких-то людей снимал, всех райкомов. А вообще у нас так. У нас при том, что власть очень любит, вот очень любит, когда власть кого-то снимает промежуточно. Тут видна сильная рука. Ельцин там снял много всех райкомов. Что-то из них, по-моему, даже покончил самоубийство. Я не помню, что-то такое было. И самое смешное, что я как бы это отчасти эти чувства разделил. Мне показалось, что все-таки это несправедливо. Ну, как вот человек только что был, что-то сказал. Мы же не знали, что он сказал. Потом, оказывается, ничего он особенного не говорил. Что его речь где-то печатали. Ну, не в газетах, а на столбах вывешивали объявлений. Но это, по-моему, там было много придуманного. Не говорил он этого. Прошел слух, что он так прямо сказал Горбачеву, что все не так, что он портит перестройку. Что жена там очень много берет на себя. Почему-то не любили жену Горбачева. Хотя, когда она умерла, ее опять все полюбили. У нас не угадали. Ну, просто все не привыкли, что жена где-то чья-то появляется. Ну, правда, у Лейна была жена Крупская. Ну, это когда было дело. Все. Ну, вообще так. Ну, вот жена стаи же нигде не фигурировала. Мало кто знал ее биографию. Это уже сейчас известные подробности. Ну, не участвовали жену. Тут вдруг жена тоже высказывается. Что это такое? Ну, и Горбачев, я понимаю, что он мне тоже во многом не нравится. Я вот сейчас понимаю, как он многое сделал. А тогда, ну, что, ну, говорит, говорит, там, ну, как-то... То есть я ни к чему говорю, что я понимаю эту реакцию людей. Не то, что я вот сейчас такой умный. Я просто оглядываюсь назад и думаю о нас, подданных. Что делаем мы? Чего мы-то решаем? У нас драматурка Анатолий Грибин смешно пошутил, что делится, например, такого русского Сталина, который только не сажает, но такая же сильная рука. Вот пока он был московский секретарь. Так вот, я говорю, когда его сняли, я ему тоже стал очень сочувствовать. Я почему-то считал, что... Ну, может, честно говоря, скажу, что это был такой день, когда его сняли. А я поехал в одну редакцию получать гонорар, встретил нам такого профессора Урнова, Диму, тоже известный очень профессор был. Ну, получили деньги, вышли, идем мимо здания ЦК партии по бульвару. Я уже такой распаленный, говорю, ну, вот какая несправедливость. Вот вам вся перестройка. Человек сказал два слова, сняли. А у меня с собой фляжечка коньяку. Дима говорит, слушай, тут есть научная библиотека у нас фиал. Идем-зайдем, там у них яблочко, выпьем. Ну, выпили, я еще, так сказать, больше вошел в этот раж. Говорю, что надо будет... Чего мы съедим-то тут? Давай поедем в ВТО. Ну, был ресторан, дом актера. А Дима говорит, ну, слушай, я там сейчас читал лекцию, никого не пустят, похорон в Цареву. А был Михаил Иванович Царев, народный артист СССР, директор Малого театра. Сейчас в этот день снятия Ельцина один начальник еще и умер. Нас не пустят. Ну, мне уже было море по колено. Я говорю, кого это не пустят? Что, с ума сошел? Мы подъехали. Я говорю, ну, ладно. Тут я подумал, может, действительно не пустят. Я говорю, ну, ладно, давай идем так. Ты сиди в такси, а я пойду возьму там бутылку коньяканова. Пустите, ты меня пустят. Купи. Ну, и там Швейцария. Я говорю, что, Михаил Иванович по меня не простил. Я не пришел. Шучу я. Ну, пришел. А там встретил одного знакомого артиста. Юрка Гребенщика. Очень талантливый, замечательный артист. Сын сейчас знаменитый артист. И он мне говорит, ну, что-то так давно не виделись. Надо сесть. Я говорю, слушай, у меня там профессор в машине. Надо же как-то его позвать. Ну, я вышел. У Димы вылезаю. Он с портфелем. Ну, я Швейцарий. Ну, Михаил Иванович, если бы узнал, что Дима Урнов не был на поминке. Я не знаю, что с ним было. И помню прекрасный этот вечер, значит, что эти актеры Малого театра уже вот так налитые, как танкер нефть. Ну, поминки уже заканчиваются. И вот почему-то у меня вот это, видите, связалось. Это нелепая история с похоронами Михаила Ивановича, с поминками Михаила Ивановича и вот снятием Ельциным. Ну, Ельцина как сняли? По нашим понятиям очень милостиво. Потому что он стал первым замом госстроя с званием министра ЦССР. Такая была форма. То есть он не самый главный начальник, но он и министр при этом. Ну, это был широкий жест Горбачева. Потом-то Горбачев говорил, я бы его послал куда-нибудь послом, и больше бы никто его не вспомнил. Да и был разговор, что Горбачев сказал, что он в политику его больше не пустит. Но вот тут я ему стал очень сочувствовать, как всегда сочувствовать футболе аутсайдеру. А вдруг он выиграет у Горбачева? Ну, как там, какая-нибудь там последняя команда у Спартака. Но это не могло быть, но я ему сочувствовал как аутсайдеру. То есть в какой-то момент я был вот этот период, когда Ельцин начинался, я был как бы его болельщик. Правда, на парт-конференции, когда я был 19-й, он назывался парт-конференции, мне Ельцин не понравился, он очень каялся, очень как-то жаловался. Мы не хотели давать слово, он там говорил, прошу меня политической реабилитации. Мне как-то он показался жалким. Я уже почти разочаровался. Но потом тут как-то, значит, опять же где-то на публике он очень картинно вышел из партии. Я должен сделать следующее заявление. В связи с избранием меня председателем Верховного Совета РСФСР заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики. И когда Марк Захаров, как телеведущий, он прямо перед камерой сжег партийный билет. Ну, это было безобразно. Ну, при всем моем-то отношении к коммунистической партии, ну, если ты уж вступил, ну, не сжигай билет, ну, выйди и тихо. Ну, Ельцин как-то это очень демонстративно вышел. Сидели там одни коммунистические начальники, его бывшие коллеги, он же был секретарем обкома, и это как-то довольно эффектно выглядело. Он там прошел через весь зал, транслировали по телевизору. Ну, это вот как бы с театральной стороны он не понравился. Он действительно очень хорошо смотрелся в роли нового русского императора, более представительно внешне, чем Горбачев такой. Медведь как-то это, ну, то, что мы больше любим. Я же тоже разделяю массу своего вкуса, я же вырасту не в другой стране, а в этой, поэтому... Многие эмоции массам непонятны. На ГКЧП я не буду останавливаться, там все это и так знают. Да и там многому непонятно. Мне кажется, там действительно очень звезды сошлись до Ельцина, и уже очень шла ему очень эта роль победителя. Вот он действительно на танке, но опять этот наш политический театр смотрелся замечательно. Спасителя Горбачева, Горбачев его уволил, а он его спас. Все это было замечательно. Но тут был момент, опять я не помню, почему опять все собирались, но уже когда все, уже Горбачев вернулся, значит, Ельцин уже к этому моменту был президент России. Но это отдельно, это я не рассказываю, то, что все знают, я только свои впечатления наших отношений, то есть подданного с высшей властью. И тут, когда вот что-то было, они сидели за такой длинный столб президиума, но они были как бы на разных концах, и получалось, что Ельцин диктует Горбачеву перемены. И вот такое святое вроде дело, как отмена шестой статьи Конституции о прекращении руководящей роли коммунистической партии, на котором наставил Ельцин, и Горбачев вынужден был подписать, уже очень невеликодушно велся Ельцин. Я подумал, что человеку, которому так нравится публично унижать, можно сказать, своего коллегу, скажем так, товарища по партии, Ельцин тоже беспартийный был пять минут до этого, он тоже всю жизнь был в коммунистической партии, секторе обкома, поэтому мне показалось, что вот так, наверное, вести себя не нужно, и в этом есть какой-то элемент самодурства. Ну, а дальше, вот, как все знают, Ельцин стал руководителем нашего государства, как бы сместив, что нечасто у нас бывало, это же вот, помните, сместил Брежнев-Хрущева, но он был не один, а с компанией, а здесь получилось, что фактически Ельцин один сместил предыдущего президента, новую должность, кстати, президента уже не было, и вот новый президент, ну, правда, президент России только. Ну, тут на радость, ну, все, Россия тоже огромная. Ну, все не знали, как все дальше будет делать. Всем тогда, почему такой был энтузиазм, праздник, все, а потом начинаются обычные будни, каждый день что-то надо делать, и вот это и только нам трудно дается, ну, как в случае с Ельцином, я понял, что это трудно дается и начальнику, почему я говорю, что он по характеру мне бывает близок. Я понял, что, достигнув высшей власти, Ельцин был в состоянии такой эйфории, что сразу вникнуть во все дела, по-моему, он так никогда из этой эйфории до конца не вышел, в минуту был какой-то перепад. Я помню, как я увидел воочию, я, собственно, уже привык, что всех видишь начальников по телевизору, где я могу с ними столкнуться. А тут у нас, недалеко от моего дома, в Олимпийском проводились теннисные соревнования, Ельцин любил теннис, все это знали, так сказать, что вот он сам играет, и симпатизирует теннису, журнал сделали теннис под него, мои знакомые, кстати. Все, и почему-то я пришел на этот теннисный турнир с черного хода, и даже не помню, был я, ну, я был знаком с Вайнштейном, директором турнира, то есть, наверное, какие-то у меня были права, но почему-то я вот вошел, я сейчас помню, у меня такая была куртка Nike, и я, значит, иду, ну, все же с охраной, я помню, как-то я в этом самом, в доме звукозаписи, и там Жириновский был с охранкой, и та охрана готова была всех раздавить, включая меня там, здоровые буйволы. А тут президент идет мне навстречу с Барбулешем, государственным секретарем, а я иду вот прям, вот они меня чуть не задели, они вот так шли как-то, картинно, вот как, то есть, Сталина Ворошилов на крейсере Болта, вот так они шли, и вот у них какое-то было, я вот забыл, это очень хорошо Лев Толстой описал когда-то в Адне Корейне, что у человека успех, у него какое-то вот такое внутреннее свечение, и он из этого состояния выйти не может. Вот это мне, честно говоря, очень не понравилось, потому что, ну, не такие были хорошие дела-то, все как-то было не слава богу. Даже про этот турнир часто говоришь, это пир во время чумы, там все замечательно, а на улице не так уж все хорошо. Я подумал, не слишком ли они радуются тому, что они начальники. Вот у меня мелькнула такая мысль. Но потом произошло неожиданное событие, опять же, я же все равно говорю, с позиции подданного, который то он, значит, то он склонен к свободному мыслию, то он скучает по каким-то, значит, даже не строгостям, а ритуалам, я бы так сказал, ритуалам жизни. Редактор субтитров А.Семкин